хотя и армия антониста не высказать антон сегодня надо верить он был прав право по идее решение а то что парень записывается а то это было то что в чакро пункт м вот помогает нашел грамм нет он не играл и четыре года ну чак когда он в хорошем году в этом году а сколько есть только мнений в в так что я понимаю что мало кто подключился тем не менее еще раз всем приветик пол закончился джокер сам ждем начала и немножечко ненадолго вернемся к прошлому матчу мы получили комментарий после игры от двух супер героев этой игры чакра ответил мне следующее я просто был там где нужно и я мало что сделал дефенорм это самый скромный человек на РСЛ ну и Максимка Валерий Карпин спасибо Василию который третий сезон подряд обещает норм игру а в итоге все равно не приходит на матч и самое забавное что я не играл хуй знает сколько времени стою на ГК потому что больше никто не может вот это были комментарии двух игроков участвующих команд матча млп нам кстати нам пришлось еще и анти у нас верит трое сейчас анти с Антоном нам быстренько разложат по полочкам предстоящей игру но более на второй плану идут так что ребята всем привет я хотел бы сначала сказать о команде САА во первых у них Тор вернулся который зарекался наверное после слива тэков а коррупционной составляющей РСЛ он слился в общем там слился еще в СУБе и они зарекались играть не будут но вот мы сейчас видим в их составе у Джокеров можно выделить подска то есть ГЁЦ который наверное побывал в трех или четырех командах за сезон у нас был в Алешах он был по моему еще и в знаменитре до что ли даже в Уфлтане он вроде в Алешах в рыбаках по моему да везде он был но сейчас он играет чуть не оказался в моей команде в этом сезоне да да вингом ну мне кажется второй дифф и первый дифф это немного разные вещи ну в итоге он выбрал все же Токиса а теперь вообще выбрал Джокерс какой то он неопределенный немного в своей игре то есть меня брать только винг я как а не хочу я типа долго не играл и все вот только винг убегать у Джокера вообще два так скажем равнозначных составов на сезон это все суперзвезды мы если мы берем нападение там Лайм Месси Роналдо Брил Блур Ролекс то есть Ролекс по моему в позапрошлом сезоне вообще сделал 34 голевых сезон на втором месте был Брил по моему сезон по моему сезон сетью то есть это говорит о том что Ролекс в очень хорошем уровне то есть нападение у Джокера оно действительно самое лучшее мне кажется на лиге Ролекс очень хорошо на Гаганне играть но как повезет он может прям все мячи ловить а в миде у Джокера сегодня будет играть скорее всего Лайм Деварим все стримы ловли Так прошу Антон продолжи пока что стрим немножко Так ну скажи немного по поводу СА то есть меня во первых удивляет да то СА которое я видел в прошлом сезоне да и то что я вижу сейчас большинство иностранных игроков сейчас вот у них и на поле и в команде то есть это действительно странно делать ставку на иностранных игроков но с другой стороны это интересно привлекать иностранных игроков и задействовать их в лиге конечно это интересно все таки уровень ХСЛ всегда был выше игроков по слухам по мифам которые до нас донесли мы же сами на самом деле это все было бред русские всегда были на одном уровне с ними да может быть чуть похуже в каких-то компонентах но уж точно не совсем отсосы так что все эти товарищи которые сюда приходят там с замашками да мы блять их сейчас порвем да потом насасывают все дружно сливаются на сезон эти товарищи они в этом плане ну а как игроки они очень даже да ничего мозгов бы им побольше еще и детства уже поменьше да на меня больше как бы интересует игра моей команды флекс то есть он как бы описал что вообще как бы он здесь играл пять лет но я так и не понял где он играл то есть он мне так и не ответил на этот вопрос по-моему у тебя просто наебали я никакого флекса вообще не помню может у меня простоник был какой-то другой ну скорее всего возможно но кстати бельгийцы 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 это вообще на вес золото а ты кстати спросил меня по поводу бывших ников может тут род какой-то чувак кто из старики может какой-нибудь там инсейк только не наш инсейк но настоящий инсейк а так что сейчас на сети сейчас мы у него выясним так что мы выясним флексы кто же на самом деле пока они там смотрят и ищут флексов у Джокерс мы ждем брилла у СА8 таков я могу сказать по поводу флексы флекс это комбокс он играл у Джокера ааа это 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 какой бельгийцы какой ты слышал тот еще он бельгийцы бельгийцы уже вообще по мере омирокосом был нет нет я у него лично спрашивал он бельгийцы да бельгийцы он играл у брилла еще на кассере его в форсах строк форс по моему играл ну такой миг очень своенравный то есть забивает не очень много даже можно сказать мало а выпендривает все так что просто типа я стою вы мне мячики дайте я попытаюсь забить вот и все вот его позиции позиция вполне ясна что по лайнам там хотя не тупая все по лайнам поцик рельс фэйт блурлайм брил это джокерс а мне кажется ламбут мид мне кажется блюл ну сто процент на что поцик будет ГК ну это понятно здесь не фасборишь а вот уса все намного потяжелее ну кроме что неймарная на воротах понятно ну и файр в дейфис а не больше никому либо не мэро либо файр на воротах стоит видимо будет этот трепла в атаке и эта вся европейская деф какой-нибудь торсуби вот так вот ну да кстати это будет нормально торсуби и винги они же тем более связка еще с ХСЛ а деф мидер очень спокойно играет при том что деф вообще на ХСЛ он ГК один из топов вы сейчас увидите ребята как ГК с Европы умеет играть в поле на пинге я надеюсь что вы это увидите мы еще с атаков то помним как Деф на райпе тащил на Аэросал а тут мид это же вообще это все вешайтесь ребята вешайтесь я скажу так что деф играл за по-моему за форсов в предсезонке на ГК и он действительно таким хорошим распасовщиком был что игра его просто ну наверное браз в два лучше была с ним чем без него то есть он начинал атаки он мячи которые шли соответственно к воротам он быстренько так подбегал забирал их отдавал вперед и собственно так форсы мало пропускали и много забивали без Дева они вообще игры у них не было мы даже побеждали как-то без Дева который ХСЛ должен соответствовать с его статусом ну и в миде он да он еще хорошо со слэшем сыгрался сейчас слэшем нет вместе с ним он тор я думаю может даже лучше будет не знаю как никто привился вброс что Дев возможно сегодня на раме сыграет кстати это я даже не удивлюсь он спокоен сможет но вы еще можете и посраться здесь кстати а того кто собрал все таки Тима и кто позвал игроков это странно собрать команду а потом слиться как-то ну я не знаю Рона ушел из Са? да нет Рона ушел из Са Джокера это угроб не Барона да честно говоря как мне вообще по барабану где Рона играет он посредственный игрок и что он там собрал это какие-то басни абсолютно левые так что пусть он там бабушкам рассказывает в полуподъезда что он там где собрал и кого он там побеждал и это ни в коем случае без неприязни хотя и не без этого но я не знаю чем Рон лучше там большинства наших вингеров РСЛовских постоянное стенодрочерство какие-то левые финты половин которых не проходят это конечно же в общем мы видим если Рон сегодня выйдет на поле в его же интересах доказать что я не прав он же любит все там поспорить посраться поорать вот тебе шанс пожалуйста он по прежнему ждем начала кстати уже 11 минута а вот новостей все никаких нету эта игра будет больше зависит от того насколько сыграет хорошо винге мне кажется счета мало что будет зависеть Тор и Суби мне кажется могут скрыть любую оборону просто на раз-два забить там очень много лад если Лайм конечно же с Брилом и с Блуром их просто ну перезабьют да то они выиграют если они не перезабьют интересная сейчас ситуация в обеих командах что Джокерс это Брил Лайм что Сайта Субитор это две очень даже сыгравшиеся связки на счету которых там десятки уже почти не сотни голов в сезонах РСЛ и ХСЛ это целая битва я бы сказал за звание лучшей связки винге в Европе так можно очень охарактеризовать но и девочки там какие то же есть в интернете забивают и голые вингеры так что извините сегодня будем смотреть на так но я оценочке то я не забыл я не забыл Джокерс Сацин игра оценочки я поставлю даже не сомневаюсь что я ставлю что забудет первым местом мне кажется что Джокер первый забудет на минуте первой второй игра пойдет очень такой жаркой энергичной я ставлю на 4-4 или больше но ничья я честно не могу сказать что кто-то здесь победит по мне две равные команды 50 на 50 ну пока вот была первая ставочка на то что Саби забьет первый гол то есть ворота Джокерс от рона возможно да забьют саперами только это им ровно счетом ничего не принесет потому что это абсолютно новая команда у них какой то мысли пока не может быть в принципе и плавно игру уже такого созревшего то Джокерс как бы ни пошла игра у них уже есть определенные какие то мысли каком то счете на каком то развитии саблителя Джокерс я думаю цифру если смотреть на Джокерс по моему чуть не тот же состав там мод который там был в последний сезон когда играет минус рельс по моему муниципе я исполню в общем не подавно это было так что угрел молодец воврем вернулся кого он забрал испугован смена карты сейчас начали игра уже крис может просто играли пойти так ребята на игрок почему все равно они могут пропустить сразу мяча 3 подряд мгновенно 2 с ним такое не раз было поэтому может вообще грабить 0 3 потом как никто не будет по ходу матча просто втаскет втаски мы же забыли самое главное у нас есть начинается у нас матч разводить на нас будут за по ходу штат разводить мяч который сегодня сидит с нами молчит ролик является игроком команды джокерс и привесил сегодня слева вместо брелла может быть все намного веселее было бы в этом матче но Дениско там молчит нам опять ушли смотреть так что забыли играл человек пока у нас непонятно у кого начинается атака вот атакуют пас не точно так теперь у нас атака джокерс здесь за мяч не поборолся реалс а нет это был плюр так сейчас нас борьба между борьба между кстати саби и реалзом борьба в аэре саби выигрывает навес и это вынос вынос от фейта мы видим что деф и сани сейчас пока не очень сильно подключается в атаку если они подключаться это будет реально угроза для токерс потому что вингис и суби и торы много сбивают с передачи ловсов фаера там дыр все-таки у сша только вот всех кого я знаю это файер оуз и дэв я вообще не знаю не видел лично как они играют на таки у нас а ловс мячом и до передачи он на фанк суби джокерс отбиваются пытаются контракт атаковать мяч в воздухе лов сделать передачи на тору борьба в углу передачи в центр все таки мы видим что все таки дэв и джокерс не сильно проигрывают аэро са как это могло быть потому что потому что даже с пингом и сайловские венги у са они очень круто играет джокерс в атаке мяч в углу будет пытается делать передачи в центр не получается а а са сида тут уже рональдо вот ставит а ворота не попали тут нужно именно ловс держать очень хорошо брилу так пас на медиа удар два защитника закрывают сейчас закрыли сейчас тюба закрыли двое и не дали ему пробить и забить ну у джокерс вообще ничего не получается атака джокерс ну куда пас там же никого не было да чуть фейт сейчас вообще игра не идет у джокерс просто какое-то волнение наверное ему надо пропустить мне кажется гол либо первые пять минут потерпеть еще осталось немножко все разыграются это нормально да главное чтобы снова джокерс навес опять не точно не успевает за мячом а нет успевает но не выигрывает мяч джокерс вообще ничего не получается просто ну пасы все блокируются перерываются не точно адресов смотрю сейчас пасовать отсюда некуда потому что все сразу кроются все стараются да 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 холостые пасы какие то то есть никуда беда придумать либо в борьбу кидать нужно быть уверенным что твоя команда сможет выиграть хотя с такими игроками они должны стараться пасы 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 так заново сегодня недоступно м что то как то пока не клеится уже кирсово кризису страны нормально все по плану да тушкан скакал не скакал хотя бы в себя бьет и ты вместе с мячом ворот улетаешь пару раз нет просто удар такой но мне кажется надо как то перестроиться джокерса может быть на почаще блору то иначе блору надо сапнуть на кого нибудь на ронал например в россии нет амбрана стоит питания кроме того на даст нам привела передачу от ну вторую этот момент может быть и гол и забивают джокерс но вот это неожиданно пожалуйста может начали неудачно тут у пожалуйста момент в полу все таких матчх это и решается а как раз сколько искать голодцы решают они катание мяча ну вот так и говорил что только соним не пропустит там первые две минуты там много мячей то они могут потом донбитин сбивают и солью в принципе получают соним но сейчас опасный момент мог быть мяч прошел мимо ворот сапо прежнему в атаке с мячом все убитно пас на на а тут причем был все таки судя до опасно в суде или на пилюбе наверняка акулы снизу альтаря извините этот бурик хороших тем подняла идеальному мусо почти весь состав европе антикерс по моему решили отомстить за все те гадости которым команды фкд и команда знамя устроил в том сезоне спасибо бурик за это интересное замечание ну да фарен лоус ну тогда просто ребята пассажиры и какой оса ребят у нас тут своя атмосфера мы пришли вернуть должок это счет а вот аппарат что тот мяч команды такой счет не в ту пользу кто катает учет очень долго но все таки я хочу заметить что тогда у тех кикерсов у них защита была не очень просто дырки поцаре на пинге защита это всегда непросто тем более когда игроки а сейчас у них на пинге хороший деф фарен лоус хорошо играют в принципе вот в чем разница между европейцами и алеши гейминг алеши гейминг 5 лет не могут понять что не надо на одном и том же составе пытаться выиграть сезон надо делать над ошибками с ними работать вот кикерс поняли им нужно два русских дефа и русский гк ну в данном случае не русский и все и пойдет игра ну правда пока не идет так вот блин россия очень сверху почему то да ладно в алешек там это в алешек там все просто кричат друг другу уже играть один текст там мне кажется по фанам по фанам атмосферам федя сейчас вернулся может сейчас это колл джокерс так что то они не выходят здесь сейчас еще и пингстер вернулся во второй диф его отправили уже да ну опять тоже мне кажется ничего не мало бы играть потому что ради в чем он сам написал мне что хочет играть и перернулся я хочу играть еще все ну очень просто да пингстер кстати ко мне пришел он мне тоже написал вот вот и первая новость господа поздравляем пингстера между прочим чемпионов чемпион европы составе сборной англии он играет в команды андердокс в втором диверселла слышал то какие у тебя там люди да скоро я заброшу сокер и будут играть только моя команда а я буду только выпускать составы на игру ну блин ну слушай а чего пожалуйста тренер тренер хорошая должность кстати атака джокерс хорошего что может получиться но вот удар говно блюр не попал в слово ну почему говно там ему сложно было забить но с такого угла нет с такого угла уж бей тогда у вратаря ну ёмая нахрена вот это ерундить в угол там бей вратаря блин либо вместе с мячом улетит ёмая либо сейф ну а что поделать даст позиция не очень но сам стал туда мне кажется вот сейчас они немножко вообще соль пыла просто он купал игра вообще сдулась мне кажется ну нет нет такого пресня как он был вначале не качественно чем будет после второго тайма вначале тогда не могу в принципе добить несколько голов и выйти вперед сейчас может быть гол а сама нет Антон у тебя походу там задерживается звук я так понимаю да что ты так что то после момента где секундочку да бывает немного бывает когда подальше отхожу иногда задержки есть от микрофона ну в принципе ладно нормально и вот кстати удар поворотом пожалуйста он сцены в ближний цель он не зам а пожалуйста попал вот когда был забил гол лофт уже испание уже не ходит в атаку в принципе сейчас он начал за господа Вот это са Это уровень Тор в Субе Великолепный голешник положил Субе просто классно Очень классно было Тор ударил так Субе ударил Субе ударил так что мяч От перекладины Вот видишь удары по центру Вот тебе удары по центру А кстати Геоцы проигнал что самое интересное Только поздно он это сделал Да ребят Серьезно надо относиться к таким простым мелочам Как удары по центру Неизвестно как упадет 1-1 десятая минута Я думаю ничья все таки играет Я не думаю что он победит Мне кажется надо Абрилу Впускать вместо Блора Роналду И все Дальше на девятой минуте Я думаю просто Абрилу умеет А не Лайму Лайм не любит играть В обороне Возвращаться А тут это надо делать Почему? Он всю притяжонку играл в миди Как раз и довольно успешно Он больше на атаку на север В общем всегда Я просто помню еще в том сезоне Лайма Залюши Гейминг Он тоже играл в миди В важных матчах Он слишком увлекался атакой И даже как тогда Когда этого не надо было И в итоге мы теряли очень глупачки Так что тут Но опять же сколько есть Такое мнение Ну по моему Я считаю что просто Лайм в такой матче Лучше играть в миди Там больше от него пользу будет Ну да либо Оликс либо Роналду На сейчас выходить Но мне конечно больше чем Роналду Там Финтами мне кажется он точно Через фаера там Два точно должен забивать Это мое личное мнение Потому что шфары не слишком силенны В таких моментах В микромоментах А Роналду можно решить открыться Это то что сейчас Брилл Знаешь это то чувство когда Обладатель золотого мяча Лучше бомбардир А сестер того сезона Стримит матч сидит И не может выйти играть Нет я не подумал Не подумал Брилл Блин ну Ролл Если ты сейчас видишь играть То там будет я так понимаю Камера споря да? Да я как же стримы Камера споря В смысле? Нет я так вам Почему мы же так сможем Это для тех Блин просто когда выложат Будет получать что только Как первый раз Какой то шутер блин Ну короче не знаю ладно Как будет так будет Мне как все равно В другом случае это конечно любопытно Почему Роликс не играет Реалинс Просто Брилл Уверен слишком в себе Хочет быть командой Конечно похвально Но иногда она топит чуть шире Сейчас опасно кстати Если вот у Джокерса атакуют Но куда то переброс Вообще там никого нет В смысле любит Тушканчик Ну да Ну Брилл решил В таким составом На матч выйти Все таки рельс дефа А там Роликс не дефа Ох удар был сейчас кстати Удар был По защитникам Да Меня извините Вот 10 муд прошло 10 муд прошло Тор уже сделал 22 пассы для Винбера Все эти затаем 10 минут А у нас в той игре Леша Гейминг и МЛП На две команды За весь матч Три игрока не сделали столько Вот он уровень блин Ну это как Барса и Рубин Вспомню Я понимаю Все учитесь играть точно Ёма это очень Ну что это такое Ну это вообще смешно Это реально смешно Ну зачем Все ж нормально было Нормально же общались И мы Зачем свои то Один же был Где МФА команды Что сектор Клир Там все дела Ну мне кажется Брилл уже должен Статистику Какого надо сделать Может не Брилл даже Когда Слог пропускает Джокерс Когда Брилл ставит паузу Очень много Пропускает Джокерс Когда Брилл ставит паузу То есть Что то начинает менять Можно же не менять Просто пауз поставил И все И команда начнет сдуваться Ну возвращаемся Возвращаемся к паузам У Брилла и все Вот так вот Ну кстати Ирон лично я не против Видно что Сай играет конечно лучше Но блин это конечно Вообще Тогда реализовывать свои моменты Немногочисленные Ребята Если вы хотите чего то добиться В этой игре Что Одна команда Такая Тем более 2 кола Но откровенно Немножко глупо Я не знаю Так Ну что здесь у нас атака Сеанс но Сейчас поесть мяч зашел По обучению Гол Просто не понимаю откуда Такое волнение Все таки все игроки уже Гололы и блин Что волноваться Кстати у Блюра тоже 7 пасов Какой вынос Какой вынос Сейчас И какой пас неточный Пасос мы смотрим У Джокер 48 Мы сейчас 50 уже У Смоки Найсис 100 То есть Пасов 2 раза больше Во первых тайм 2 раза больше пасов Да и кстати по браку Пока одинаково Смотри да 115 115 Нормально А теперь посмотри На пасы Джокерс 50 Со 101 Нормально да Ровно в 2 раза Да 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 И причем Исна Как то больше сыграная команда Ну у них сыграная У них сыграная Это мы только так Оборона Я думаю лофт не настолько Прямо часто играл Томарки таким составом Чтобы у них уже настолько сыграны Были Сейчас опасно Могу быть Джокерс и Магдей Сделать дракона Не сделали В любом случае Это конечно тоже один Сварит в сезонах Как и Джокерс Есть на чем подумать Уже вот на этой игре Слишком зажато играют Слишком зажато И не уверенно Мне кажется сейчас говорят Еще может один пустить Курьер спустил Два пола Да Первый был красивый Второй Но это вообще необязательно Глупый Глупый Не знаю Какие какие-то финты Торо творят Они как Суби Что Суби Что то одно целое Само настоящий одно целое Видите как забегают Друг друга понимают Знают что делать Джокерс уже на дальней штанге Готов там принимать все что Прийти Да эти три парня друг друга Очень хорошо знают Но сейчас у него не было выбор Штур Штур Выпихивать просто нынче Очень сильно Поднялся Ну да Может это успех Как раз для осады Доворосских дэфов И состав Кикерсов И все победы в кармане Баланс Баланс сейчас Очень хорошим садистым Супер мощная атака Очень даже неплохая оборона По крайней мере пока И дэф Он спокойно выходит Какой пас иди отсюда Да тут на Тетрсе играет Не мешает Пасы какие тут летают Ну да А что вы говорите ребят Ну что вы смеете Что я дэф А вы никто Примерно вот так вот Сейчас должен дэф думать Что очень серьезный игрок Ну сейчас опасный момент И бьется Молодец И бьется сэвди Ну сейчас еще чем Сейчас Понятно где А где А там свапчик да пламя Блюр в мир пошел Ну в общем то то я чем я и просил Эта логика Смотри как располагаются Саа Они играют в атаке Дэф и Са как располагаются Они располагаются рядом Да Один выше Один ниже Правильно Так и надо Подключаться должен один всегда Только один Можно и два конечно там счет По десять ноли И можно что угодно Вот на голове стоит Но в таких матчах да Именно важно вот Правильное взаимопонимание Двух линий Обороны и атаки Ну то есть Конечно в этих клихах тоже Баланс нужен Ну то есть допустим Локс Он все время готовится Получить паз допустим От своего допустим Винга А Файлерон С третьей заде прикрывает Так ну и все Пять секунд осталось Как бы 2-1 Я думаю ничего не изменится Итог Осата лучше Намного лучше Ну и 2-1 счет такой себе скользкий Ну надо Брилу менять ситуацию Надо Роналду пускать В общем Что я хочу в первую очередь заметить У Джокерс абсолютно Большая беда с пасами Большая беда с пасами у Джокерс Их просто нету Очень мало набрали все игроки Мы видим что Голевых моментов Откровенно их нету После гола Сажа наоборот Очень уверенно Очень спокойно Откровенно Под их диктовку проходит матч Потому что Тор и Суби Если там посчитать их двоих Мы смотрим Тор в тридцатку Сделал пословно За тайм И вот пожалуйста Сразу Суби 23 53 пас на двоих И так между прочим Почти как вся команда Джокерс Вместе взятые Вот так вот ребята Вот она атака СА И это очень серьезно Ну сейчас бы это опасно Если Роналду выйдет То как бы придется крыть файлы По этому поводу Я Роналду абсолютно нейтрально отношусь Я не думаю что это тот игрок Который может что то решить Он слишком эгоистичен И откровенно говоря Они сам не командная личность И теперь смотри Замена Ты был прав Рон выходит вместо брилла А вместо брилла Ну да Потому что может быть брилла в защиту Возвращается А Блор он будет тембертон Дело даже не то что брилла Возвращается в защиту Впринципе сложно играть быстро и точно В такой игре нужно играть быстро и точно Что Лайм он достаточно зависим В Винге В Миде может и нет Но Винге он достаточно зависим От своих партнеров Суби и Тор они вообще там играют У них там своя игра И они не знают У них там команда есть Нету пас получили Пошли пацаны Сейчас забьем и вернемся Постойте немножко Вот смотри Подача Там пока навес идет На ворота Тор уже там Возвращает обратно Чоп уже в штрафной Пас И вот молодец Сейчас блин Красота Легко и просто на самом деле Кажется да А ведь за этим все кроется Я думаю не один Может даже не двое Не три сезона там ХСЛ вместе Это опыт Хороший опыт Но вдвоем то куда сливать воздух Ну там не успевал бьется А там вообще в таких случаях Сейчас может быть ударов Нельзя помогать Потому что может просто заблочить Своего игрока Ты видишь А они уже настолько наработались А что видишь Лошадка подключается Млдф Кровь хорошо В принципе переговоров нет Сейчас ударовца Джокер точнее Да Ловс мне нравится Не все что смотрится По словам Ну да Там то есть он подключается Ему сразу тортом Или субедой После То есть Это же отлажено Это Да Абсолютно нормально Вот пожалуйста Получается глупо Еще так Сейчас бы этому гол Да 3-1 В ближнем Доросу Ну пожалуйста И опять же вопрос А почему ты не вышел На перехват Ведь можно было Он же видел мидера Он видел Он знал что второй вингер У него со спиной будет Сейчас почему что не вышел Ведь мог бы спокойно перехватить Странно Вот так вот 3-1 3-1 Сейчас что может быть гол Нет Нет Ну все таки все еще можно Камбэкнуть Сам может Так сделать А может Стрегала Где-нибудь в концовочке Пропустить Ну Ловс уже Руку набил нормально Я думаю У него с нервишками все нормально И он там Фаера Предупредил Он перед матчем Что как бы Может пойти так Что нам придется Сидеть в обороне Последние минуты 2-3 Так что спокойно От себя вести И И как с smelled Обычно игра Не знаю Что делать Выносить вперед Там пацаны разберутся Ну примерно так По флангу Опа И момент У Джокерса Ну вот он не попадает я понимаю это сложно очень выкрутить если уж такой игрок как он там объявили спаситель спаситель должен лучше играть у меня так хорошо ну ребят мяч и живой кирсноу никуда не годится такая игра вдвоем сейчас 4 мяч не проиграли вот опять 2-2 поднял наверх мы соберем далеко да молодец джокер стал рельс слева все-таки блин справа да фейту сложно фейту сложно с тором это ни в коем случае не стыдно тор игрок очень сильный тор да очень сильный игрок так что ничего удивительно в том что он в чем то лучше главное не расклеится они неправильные вещи играют но и ровно что бреванец подачи утром беженков крылья к стене зачем когда ловс уходит и как будто кроваться ближе к центру что туда да у вас пустая сверху у стенки и улов съемок преимущества как удача продавал файр может быть нет вот вовс он конечно неверно делал что стиль пресс играть правда любит в общем то противопреки все дела но способно очень мало шансов на то, что прокатится столько раз атака может получить что-то нет нет, сейчас включается в луке а, сейчас ударит, нет? но ой, ой, ой... не поняли друг друга не зашло но са смотри, что творит. Присует тэфу спокойно и на и четвёртый но сна ускорбит нарах нет, ещё они пока не поплыли. Ладно, сейчас нормально можно сейчас нормально сыграть спокойно уверенно постараться я понимаю при 4 и 1 с такой команды это сложно это возможно бурмит пошел опять там играет со втором тайме я же скоро заметил я просто вот если сейчас лайм не начнет там орать а то он любит нормально психология тоже важна очень в таких ситуациях вот так по себе ладно хорошо паз за воротами прошел а дальше что все перекрыты зачем тогда потому что когда лайм был справа он был очень далеко если бы там пас пошел бы он просто добрался он борется поборолся проиграл нет проиграл тут блюд поможет конечно и снова обратно вернул рон опять пытается пропихнуть не получилось третья попытка сейчас сделал попроще но так и надо играть предполагать в голову что не надо включать у стены играть и прочь не можешь учитывая что то что то есть вы предыдущие нахрена не получается что ну просто признай и живи дальше но и пункт модель почему с ним не проходит игралу так как потому что это допустим правда джокер сыграть не надо все прикрывается то что играть вверх и мячи просто подпочекает и не понимает того что они играть вверх а у них еще и сыпь на смартфон получше и как видимо у них тоже такой хорошая все таки лайм я думаю уже играл играет редко как бы да и блюр тоже сейчас редко играет свой опечаток накладывает да все таки взаимопонимание вингов это основа мне кажется игре да но вошли в этой тройке у джокерс нот по коронке вышел на взаимопонимание было на 5 в играх очень важно все таки и скорость и точность и главное что уверенность поэтому как раз помню хватит что иначе нормально да ну да там немножко пинали их получали гол ну нет 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 не попали здесь просто убеждал сильного паса и не не был готов срегировать на такой славе что есть то же что то не то они делают но он спорит отмышать ищи пищевые опять лошадь и лоса 5 иди это так его никто его начнет спирать я смотрю на то почему он сейчас вернулся а вот так и не могут выбить просто просто верхом потому что нет я смотри что с ним творит ебану сейчас молодец молодец рельс что там супер а то что вообще так и пришел со сметой велика сопротивляться с такой тут цирку строил три раза он нашатал рейза в итоге есть молодец показал силу что русскую да и саппет в атаке может быть что получится ой хорошо лайн с безуслов зря кстати говоря почему зря мне кажется он коснулся мяча он нет не коснулся мяча как так выходишь есть очень большинство участвовал субтитров по словам субтитров лучшим урином очень большая отлично вернулся субеем дальше не получил собирать вопроса налогида прорезу срок арбатом акцентально сместился топор на фланг собираем они все таки выиграли воздух но там один из них просто больше удастся это уже просто в подкорке чуть ли не заложен как у друг друга знают как обувь классно вообще пасов вообще пасов нету вообще все длины спасают они национальность прикрывать спасают забивать да но опять же это был опрос на руках это было бы и угол я брюху я на ворот останутся если но совсем это стал сын и комитет играть не тесно но самым по поводу нормально . 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 это главное никому не говорят, они сейчас начнут тибить именно в ТОСОК. Катают сейчас, перевод направо, центр, ну в четвером спокойненько катают. Вот, вот момент, ё-моё, и сразу же сейчас можно, не нормально, всё хорошо, анти вышел, выбил, и выбери деф, моментально, реагирует. Давай, Джокер, вперёд, Джокер, мы забить сможем ещё, давай. Так, один трог слева, там уже ворот, ну вот зачем, ну вот я, я, я пробеждал. Это снова особо. Они не будут долго думать, они всё это видят заранее, они не как наши всякие там шоу. Но я не думал, что там, а и почему-то как-то трое в атаке было, я тебе говорю, это наши, это у нас на РСЛ там нихрена не видят, да и дают пас, а эти посмотрят, уже знают, что делать, всё, и просто он бил всегда правильно, это был не пас, он дал поворотам. Ну это да, это и МФЛ, я думал, сейчас я закрою этого медового игрока, я просто это игрока вообще не видел, что он там был один, стал один, его никто не крыл. Ну вот, вот. Сейчас, ну как так-то. Да я вот не правдёт, я тебе говорю, он сейчас скорость поймёт, ещё пойдёт и головой забьёт. Я тут можно, блин, это вообще, это фантастика какая-то, втором тайме, что-то Джокер, ничего не предвещал, такого разноса, это разноса, откровенный плеч. Посмотрите, ааа, он сейчас лапс не попал, он, рон и пас, пас. Это лайм. Пас прошёл и рон. Да, если пас прошёл, если лайм попал, да, это всё, вешайтесь, пацаны. Ну ребят, мы сейчас цехи от меня будут, и смотри, что будет цехи. Пас 6, 2-6, я бы не сказал, что интрига вернулась как бы, да, пас полу, мне кажется, случайно всё-таки прошёл через троих. Ну, лайм, это лайм. 2-6, 6 минут, 4 гола, такая-си задачка. Ну, вполне, вполне реально. Всё зависит от реализации моментов, если они у вас будут. А моменты не всегда бывают. Подчипал. Нормально. Джок. Раскупи. 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 Сантив. Раскупи. Сантив. Раскупи. Ну, неправильно. Раскупи. Неправильно лайм сделал. Он, я не понимаю, он хотел в ближних поставить, но всё таки, во-первых, он хотел в ближних поставить, а во вторых, лайм способ показаться, как путь. Я поспешил, молодец, айтия. Сейф. Субь, очень даже не плохо, трон по центру. Мы после этого имеем точность. Сонтарль сутки. Раскупи. Мы, он там, на андроиде че-то хуй. в первую очередь по этой прибыли как опасность и кашей текла им сармош аж ума и сейчас пара в обороне должен бороться вакула и выиграл пошла атака дальше с воротами уже готов рон но но и на что будет пас сибирсом лавы и все таки дает пас на инсайд но у меня и очень уверенно ворота дальше вы имеете любить наоборот мяч стена дрочерства начинается Рон высоко, лайм скидка и блюру в спину в блок мяч скадывается. Контратак СА, да, вообще пойдет. А нет, Джокерс в атаке еще. Активный меням навесик тут не проходит почему-то. Болятся они вдвоем за мяч. Да, Фарм не так сильно проигрывает. Это самая лучшая армия, наверное, в качестве русских игроков. В таком случае он таким был сильный, Винго и Мизару. Ну, сейчас момент был. Ребята, кто-то остался еще, Антон, Майк, Антон, здесь? Да, вы? Да, вы, да. Я там просто уже готовлюсь записывать. Ну, Джокерс в атаке. Ну, осталось 3 минуты, мне кажется, 4 гола это нереально забить. Может быть, 1-2. Вот 2-х, это если там совсем уже пойдете на похуй. Ну, здесь, конечно, может, опять же плохо, наверное, Аугнус. Ну, кстати, по бракам и равная статистика между командами. А по бракам будет всегда равна, кстати, да, да, перехваты, это и есть брак, собственно, да, в другой компании, соответственно, да, в другой компании, соответственно, да, это глупо. ДИКТОР СИГНАЛАНСКОЕ ВА же все. ПОРОСТОРОВА, ВСЕМЕРАНСКОЕ ВА. Ну, пока нет, встречает парни, тратится на сесть. Это нормально, да, на 200. Ох, какой яс-коррочене. Ох, просто палажет. Даже замечание было, когда она плятала в штанге. Как русский пилот, он вратарь даже не понял, куда мяч полетел с такой дурь, он полуонул. Да, она, на стоять. Плител-то инвеку твола. Систачем, он вообще в представительное шумной corrosы поднялся, кушевый. т.к. подальше оптор нормально слайм по фронту не прокатывает ловс ошибается можно забивать и рон опять не попадает ну вот сейчас может быть гол уса забит еще а не перехватил вот налево фуктаться нет получается и сейчас ударить аааай ну в створ джеблёр что это такое не позорьте россия блин а то евро начнется нашу сборную общей базовой чашка все это субьем прошу за это четвертый голос а почему что сегодня сумме в отличие от товарища он украл первого голоса но вообще по центру нет угла м если с ним процент угол санказа нашего рода игрока топор и пациент я так не знаю но если он стал нахватить в состоянии чуток генерации тихонечку пошелкивать команды а это поймали на ошибки дэва и лайн запил ну что таки этого недостаточно даже если я где сейчас не выходил бы был пять вещей начали начали снижать шансов для джокерс и за спокойно выигрывать этот матч до брел надо что-то думать защита ролик самошли пусть пускать доиграть на опасность субь я так понимаю здесь переиграл м м это опасно давайте отдать я хочу себе ну забейте ворот а и снова это уже плев тоже плевые спередачевая м закатывает у м м ну я же говорил что СА могут зарегулировать катку в конце 2-3 гола сразу это не мог так господа ну 20 секунд остается СА я думаю уже выигрывает поздравляем СА с победой занимает третью вторую строчку гоу 8-4 после этого матча никуда не уходите я проведу обзор тура и разберу на что на игре две команды ну ребят ребят меня вылетел контракт ну так что ну мне кажется такими не расходитесь на такие мяча очень сложная сеть мне кажется куда умел с такого расстояния вот у нас нажимаешь на кнопку и не спасает м все 4 8-4 господа победа СА от Джокера с очень уверенная победа по существу и по делу да по существу и абсолютно абсолютно точно так значит никуда сейчас не расходимся м пожалуйста минутная такая пауза после чего я расскажу вам как прошел этот тур и во втором я вчера уже рассказывал заодно сейчас пока с играть что там команды на ттд шили и узнаем оценки игроков за эту м м наверное там антон сейчас поговорят мне кажется бреву бреву учти меня поставить в программе мне кажется хочешь не будет я просто помню как мы играли товар я там в принципе двоечку пропустила супер но я бы тебе поставил три три шир я бы поставил три только потому что ну не играл не вышел внутри получил поддерживал команду хорошая цель так в общем ладно поздравляем всех со стартом арсала 16 прошел первый тур в первом дивизионе напоминаю что сегодня у нас прошло 3 матча в 8 часов встречались действующий чемпион вот при суперкубке еще вообще все очень только можно знамя труда и команда форсов чемпионов второго дива прошло сезона в общем то особой борьбы не получилось знамя выиграла в 18 по моему 2 там забили все кому не лень знамя 5 . дальше в 9 нас ожидала сегодня прошел еще один матч под номером 2 который оказался как по мне еще для меня под номером 1 я этого не ожидал алёша гейминг встречались с my little pony млп финалист прошло сезона кубка по-моему 5 место команды или 4 в общем не важно молодцы тогда были ну вот млп снова удивили прямо уже на старте с первого тура с головой взяли 2 обыграли этих алёша гейминг 4 у нас чакры в том году в том сезоне у нас центр развлекал нас а сегодня у нас чакра он покер кладет и говорит что молодцы команда молодцы а я так просто пробегал забивал тонко затроллил команду алёша гейминг вот так вот алёша начинает с поражением лп браво они после этой победы занимают как уже мы выяснили третье место после первого тура и теперь в общем то то что мы сейчас сами наблюдали центральную игру для меня эта игра под номером 2 после того что я увидел сегодня са ой Джокерс принимали команду смокин асис в новом абсолютно в новом составе и с вами стали свидетелем феноменальные игры команды смокин асис команда явно заряжена на то чтобы выиграть седьмое чемпионство потому что уже действительно знамен три года подряд занимает первое место и особо конкуренции не видит возможно там только сезон кикерс и фгд вот играли да там какая-то еще такая борьба была после этого все в том сезоне особо тоже борьбы не получилось вот са хочет отнять отнять первое место и будет как показала эта игра толкаться локтями тем более что как же мы опять увидели они это могут теперь переходим к товарищам точнее к персоналям а начнем мы конечно же наш любимый обзор наши любимые оценки с общих действий на две команды так в общем 84 команда а вау однажды са сделала 666 пасов за игру попахивает дьяволщины господа по-моему кто то душу продал да 666 хитов против 477 джокерс на две сотни буквально переиграли да поэтому и еще в два раза больше да не забили чем команда джокерс далее 263 паса у са против 136 у джокерс и тут да на 130 то опять же в два раза у нас сегодня все в два раза са в два раза просто переграл команду джокерс в прямом смысле на две головы сильнее оказалось а мы его тоже на 2 раза да да все все не все в два раз са играл просто в два раза сильнее да и что бы там не говорил брил как мы знаем его любимая фраза что я там играем в два раза быстрее сегодня эта фраза не оправдалась оказывается са значит играет в четыре раза быстрее чем брил как минимум вот такие вот дела да ну тут перехваты это понятно мы не считаем брак там будет примерно одинаковый теперь к игрокам начнем мы наверно с джокерс Ну, вратарей я особо оценивать как бы не люблю, вы знаете, да, там особо они ничего не делают, по большей части. Ну, поцик сыграл хреново, это и так понятно, что уж тут говорить. Я поцикую больше двойки поставить могу, в принципе. Пускал какую-то откровенную грязь. Ну, пропускал грязь и ничего там ничем не запомнился. Мне, кстати, тут пришло сообщение, да, к нам в студии, что моя команда пидорас, я хочу в ЗТ. Тушкан, это Кви написал, так что вот просьба связаться с молодым человеком, ну, знаете, почему кто пидорас и почему он хочет в ЗТ. Куда он там хочет? В ЗТ. Так вот, идем по личности. Значит, Йодс получает двойку за эту игру, дальше по Джокерсам, рельс провел весь матч, 61 хит, 18 пасов и 7% брак. По браку нормально, пасов очень мало, но оно удивительно садавило. Там да и 61 хит, как бы, тоже не очень много. Ну, рельс-то особо и там, у стенки-то не играл, так что ничего никакого нет. В общем, рельсу я, честно, тоже выше тройки поставить не могу. Он, да, он пытался, но у него это не очень получилось. Переходим к второму дефу команды Джокерс. Там у них, я уже даже забыл, когда Фейт играл справа, там Тор тоже разрекался как мог. Ну, вот Фейт отдал голевой пас, там, да, 90 хитов, 29 пасов и 10% брака. По браку, опять же, неплохо. Сделал, потому что, на десятку больше пасов, чем его партнер по обороне, Фейт. Ну, да, один в поле не уйдет, идем с хитов. Фейт красавец, да, тоже бодался, но опять же, да, я могу, конечно, четверку поставить, но его игрок забивал, причем забивал много, так что Фейтюша извини. Мид, ну, миды было 2, Блюр и Лайм играли там по тайму, да, примерно. Ну, я посчитаю того, кто закончил Блюр, 2-4 пасов, минимум 6 хитов, 12 раз брака, 1 гол, да. Блюр и Лайм, в общем-то, одинаково сыграли, откровенно, в пиде, ни горячо, ни холодно, поэтому Блюр и я лично за эту игру больше штройки не могу. А что, а стрим еще идет, или в стриме ждет, просто? А ролик все, а ролик все, а ролик все. Я попросил роликс, чтобы он звук еще оставил, поэтому мне на 5 минут. Так, ну и Винги, Винги, Джокерса, Лайм, 2 гола, 1 пас, нет, не 2 гола, 1 пас, там, по-моему, еще 2 гола, 2 паса, да. Копулирую, кстати, 2 гола, спасибо, там не напомню того. 2 гола, 2 паса у Лайма, да, он пытался, он старался, в общем-то, хуже со уровня сыграл, 94 хита за матч, 21 пас, Винги, есть процент брака, Лайм молодец. Я ни мне, ни у претензий, кроме того, что в некоторых моментах он, возможно, сыграл не так, как этого требовал. Так что Лайм я поставлю четверку, но это хотя бы честная, твердая четверка. Бурь брил, 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 сыграл, он, по-моему, чуть больше одного тайма, да, где-то, там, минут 20, что ли. Типа того. Вот брил, ну вот, ну мало, очень мало брил. Надо играть чуть быстрее, чуть наглее. И Бортати Аловс, конечно, съел откровенно. 27 хитов за сколько там, 20 минут и 9 пасов. Это не то, что нужно в такой игре. В общем, общая команда, общая команда оценка команде Джокерс. Давайте 4 с минусом поставим, за то, что не все так плачевно, как кажется. Вот так вот мы их немножко подбодрим. И перейдем к Са. Я тут, кстати, сделал интересный снимочек у команды Са. Я, по-моему, Дэва там сфоткал. Мне просто интересно. Вот Дэв, да, который стоял на ворот, фунтой сделал 17 пасов. Да, ребят, ну, идея всего потерь. 32 хитовая, ё-моё. Чувак на раме стоял вообще. Такие вот у нас европейские. Ну, Дэв молодец, Дэв красавец. Правда, особо опасности тому не было. Он сыграл, в общем-то, здорово. Вроде нигде не сплоховал. Так что пятерочка такая отличная, стандартная. Ловс Медиум сыграл справа, играл против Прилла Ирона, отдал Голевуху. 127 хитов. Настучал 40 пасов, отдал в атаку. Ничего себе, да? Ну, вообще просто 40 пасов отдал. 69 перехватов. 11% в брак. Не, ну Ловс это вообще царь какой-то откровенный. Сегодня на поле был. Пятерка, даже не обсуждается. Фаер, да, с вами чуть меньше сыграл, но у него меньше было потерь. У него перехватов был на том же уровне, что и у Ловс. 93 хита, 34 паса, 62 перехвата, 8% брака. Фаер красавец. Но Лайм, Лайм его все-таки пошатал, да? Потому что Фаер всего лишь на четверочку сыграл. Дальше пошли у нас товарищи европейцы. Где их сумасшедший артистер. Так, джуб, джуб, джуб. Где ты у меня, милый мой, родной? Джуб, слушайте, я походу... Нет, джуба я не забыл. 120 хитов, 56 пасов, мидер. Ау, ребята, Блюр, Лайм, вы чем вообще занимались? Ой, ело, ело. Еще, по-моему, и гол забил, да? Да, я еще и гол забил. У-у-у, красавец, ело. Как против таких играть, я вообще не представляю. Джуб 5 с плюсом, даже нет нищие. То есть феноменальные показатели таких вросло, я, честно, вообще его никогда не видел. Не, может, Лимону там был один раз за 60 пасов, да? По-моему, один раз был за столько времени. Красота, ело, посмотришь, просто с ума сходишь, как эти европейцы играют, блин. Положили годы, блин, жизни на этот задросся. Хотя бы не без пользы. Итак, поехали дальше. Ну и два лучших игрока. Одного я не могу выделить. Суби Тор, это единое целое. Целая команда сайте, феноменальная связка. Суби, 4 гола на 1 пас, 120 хитов, 45 пасов, 10% брак. Ребята, с РСЛ учимся играть все дружно. Потому что нас сейчас просто унизили. И Тор, Тор, которого гол 4 паса, 145 хитов, 61 пас, Винни, 9% брак. Это уже, ребят, не космос. Это уже вселенная какая-то. В общем, в команду, да, там Тор получает, значит, А, ну, Суби, 5 с плюсом, и Тор 5 с плюсом. Красавцы, сумасшедшие эти психи, блин, с ХСЛ. Вот так вот они насыграли. Да, вот ничего тогда не наиграли. Нам до этого еще далеко, к сожалению, все-таки. Ну и такой вот итог. Первый тур закончен. Скоро начинается уже второй совсем. В этот день с вами прелею. Я, Майк, Антоша. И вот Анти там где-то убежал. Ну и ролик все это нам стримил. Зажмем большое спасибо. До новых встреч. Так, если что, завтра матч второго дивизиона. Ну, что будет завтра, это уже будет завтра.